Привет, дорогие друзья! С вами снова Дагмаманя и мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня мы будем заниматься с вами творчеством. А делать мы будем вот такую милую лежанку для собаки своими руками. И нам для этого не потребуется ни ножницы, ни иголки, ни нитки. А понадобится нам то, что практически у каждого найдется в доме. Ну что ж, поехали! Чтобы сделать такой диванчик-лежанку для вашей собаки, вам понадобится или подушка, которая вам уже не нужна и вы готовы ее отдать собаке, или старые тряпки, которые есть наверняка у всех. В толстовках, кофта, старая или любой ненужный свитер. Мы берем свитер, толстовку или кофту и раскладываем его на поверхности. Удобнее всего это будет делать на полу. Можно взять, нужно именно положить подушку какую-то. Я решила взять тряпочки. Я формирую подушечку из тряпочек. Разравниваю и распределяю ее аккуратно внутри. С боков кофты она должна быть посередине. Сверху нужно оставить примерно 15 сантиметров в зависимости от размера будущей лежанки, а снизу в 3-4 раза больше. Когда подушку расположили, берем горлышко свитера и начинаем сворачивать его в плотную колбаску, этакий рулетик. Сворачиваем хорошенько, крепко, чтобы передняя стенка лежанки была крепкая и не раскрутилась. Когда горлышко мы свернули, не прерывая, сделаем переход на рукав. Но если горлышко мы заворачивали в рулетик, то рукав мы скручиваем, как будто бы выжимаем его. Когда я закончила, мне удобно будет придержать его ногой, и я перехожу ко второму. Также, продолжая из горлышка, я скручиваю второй рукав, как будто выжимаю его. Как вы видите, бока кофты заворачиваются вместе с рукавами внутрь. Нужно скручивать рукава очень плотно в крепкие веревки. Затем я еще раз хорошенько скручиваю оба рукава и связываю их вместе, вот в такой вот узел. Концы узла, то есть концы наших рукавов, я аккуратно прячу в образовавшиеся кармашки сбоку. Подровняю форму лежаночки, а теперь у нас остался нижний кусочек кофты. Мы его загибаем сверху и заворачиваем под наш узел из рукавов. Заворачиваем его очень плотно, крепко, поглубже внутрь, чтобы низ кофты плотно лег под рукава внутри. Когда я уплотнила низ кофты внутрь, то есть заднюю стенку лежанки, уголки кофты, если они остались, я заправляю таким вот образом в боковые стенки. И тоже их там хорошенько трамбую, чтобы стенки были плотные. То же самое со вторым уголком кофты. Еще раз подравниваю все стенки лежанки. Вот и все, красивая шерстяная лежаночка для собачки готова. Материалы самые простые. Я делала такую лежанку из обычной толстовки, из флисовой толстовки, из хэбэшного свитера и шерстяного свитера. Время изготовления 15 минут. Легко стирать, разобрал и постирал. Крепость и плотность лежака зависят от выбранной ткани. Можно сделать ее любого цвета и размер зависит от размера кофты. Лежанку можно также использовать и для кошки. Очень бюджетный и симпатичный вариант. А ваша собачка точно будет довольна. Смотрите в следующем выпуске стильная съемная бандана для собаки на любой ошейник. Любите своих собак, мастерите вместе с нами и будет вам счастье. Эйвен, ты уже на всех лежаночках полежал? Еще нет, Софи. О, какая лежаночка шерстяная. Мама, это теперь все наши четыре лежанки? Или мы их разберем? Или продадим. Эйвен. О, какая мягенькая, уютненькая, тепленькая и бачок есть куда прижать. Ну-ка, Эйвен, подвинься-ка. Ой, класс. Я стою тут. Софи, ну там три штуки свободных. Ну и что? Ты что, против сестрой поютиться? Нет, не против. Ну и все. Софи, а ты своими руками сама можешь сделать что-нибудь? А зачем мне собаке сделать что-то своими лапами? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.